Привет! В этом уроке мы с вами научимся работать с условными конструкциями в языке PHP. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Условные конструкции являются одной из ключевых особенностей любого языка программирования, в том числе языка PHP. За счет условной конструкции мы можем прописать некое условие. Далее, если это условие будет верным, то будет выполнен один блок кода. Если условие будет неверным, то будет выполнен некий другой блок кода. Ну и чтобы нам прописать подобные условия, нам необходимо использовать ключевое слово if и круглые скобки. Внутри круглых скобок мы как раз и можем записывать само по себе условие. Например, я могу прописать что-то в духе, если 5 будет равно 5. Здесь, кстати, обратите внимание, что для проверки мы используем не один знак равенства, а сразу два знака равенства. Ведь если мы будем использовать только один знак равенства, то мы как бы 5 присваиваем значение 5, что является неверным в плане условия. Нам нужно именно проверять на равенство, поэтому используем два знака равенства. Так вот, это супер банальное какое-либо условие. Да, мы проверяем какие-то точные значения. Обычно так никто не делает. Мы давайте тоже, пожалуй, так делать не будем. Вместо этого я предлагаю создать некую переменную. У нее значение пускай будет 5. И как раз эту переменную мы с вами и будем проверять. Так вот, мы проверяем, что если эта переменная будет равна значению 5, то в таком случае мы что-либо будем выводить на экран. И здесь мы пропишем оператор echo. И, например, выведем что-то в духе a равно 5. Таким образом, что мы с вами прописали? Мы прописали супер простое условие, в котором сказали, что если эта переменная будет равна значению 5, тогда будет выполнен код, который находится среди вот этих вот фигурных скобок. В нашем случае здесь находится лишь одна строчка кода, и именно она будет выполнена, если условие будет верным. Ну, давайте мы вот это вот протестируем. Мы замечаем, что действительно у меня выводится данный текст, все обрабатывается корректно. И так происходит по той причине, что у нас эта переменная, она действительно равна числу 5. Если я укажу какое-то другое значение для самой переменной, то в таком случае у нас уже ничего не будет выводиться на экран, просто по той причине, что это условие оказалось неверным. А, соответственно, если условие неверно, то все, что находится внутри фигурных скобок, оно попросту не выполняется. В нашем случае вот этот текст, он уже не был выведен на экран. Помимо того, что мы можем проверять на равенство, мы также можем проверять на неравенство. Например, в данный момент я записал условие, что если переменная a не будет равна значению 5, то есть если переменная a будет равна любому другому значению, но не 5, то в таком случае условие будет верным. В моем случае, если я это все обновлю, у меня опять-таки текст будет выводиться на экран, по той причине, что теперь a переменная, она действительно не равна 5, мы это вот здесь указали. Ну и, соответственно, условие верное, и код внутри условия, он корректно выполняется. Так вот, мы можем проверять на равенство, можем проверять на неравенство, можем проверять на больше, меньше, меньше или равно, или же больше или равно. Допустим, я вот оставлю такое условие, и в этом условии сказано вот что. Если переменная a будет больше, либо же равна числу 5, то в таком случае у нас будет выполняться код, который находится внутри условного оператора. Если я здесь установлю число, допустим, даже 47, то в таком случае все равно у меня это условие оказывается верным, все обрабатывается корректно. Если я установлю число 5, ну 5, то в таком случае также все будет выписываться корректно. Но если я уже установлю число 4, например, или число 3, то в таком случае условие уже будет неверным, и ничего на экран выводиться не будет. И здесь вы можете совершать проверку не только на числа, но также и на какие-либо другие перемены. Допустим, я могу создать некую переменную str, присвою ей значение как hello. Ну и вот здесь я могу, например, прописать, что я проверяю такую переменную как str, и если вдруг у нее значение будет как раз как hello, то в таком случае у нас будет, например, давайте выводиться текст yes. Давайте мы это сохраним, обновим, и вот у нас вводится слово yes, все обработалось корректно. Также здесь можно было бы проверить на не равно. Проверять на больше или же меньше здесь будет бессмысленно, потому что все-таки больше или же меньше, это такая проверка, возможно, только для чисел. Здесь все-таки мы работаем со строкой, поэтому тут можно проверить на равно или же не равно. Ну и, например, если в переменной str у нас будет записано что угодно, но не слово hello, то только в таком случае у нас будет выводиться слово yes. На данный момент у нас ничего здесь не выводится, потому что в этой строке как раз находится такое слово как hello. Поэтому условие считается неверным. Помимо оператора if мы также можем использовать такой оператор как else. Else не является обязательным оператором, и если вы все-таки решили уже использовать else, то его необходимо всегда записывать после всех операторов if. То есть, вот, например, у нас есть некое условие, а уже под самим этим условием мы еще прописываем else. Так что такое else? Else это, по сути, дополнительная конструкция условного оператора, и в else мы можем записать тот код, который будет выполнен в случае, если предыдущее условие оказалось неверным. Вот, например, давайте мы здесь пропишем так, что если у нас str будет не равно значению hello, то в таком случае мы будем выводить сообщение yes. Если же это условие будет неверным, в нашем случае оно как раз сейчас неверное, то в таком случае у нас работает оператор else, и здесь мы, допустим, будем выводить значение no. Ну, и если я сейчас это обновлю, вот у нас здесь выводится как раз значение no. В то же время, если я здесь исправлю саму эту строку, в таком случае это условие уже будет верным, потому что у нас эта перемена, она больше не равна такому слову, как hello, то это условие будет верным, у нас обработается данный код, который находится вот в этих фигурных скобках, а оператор else, он уже будет просто проигнорирован, по той причине, что предыдущее условие, оно уже оказалось верным, ну и, соответственно, оно как раз и сработало. Поэтому оператор else, вы его можете дописывать, можете не прописывать, если он вам вдруг не нужен, но если вы его прописываете, то код внутри этого оператора, он будет срабатывать каждый раз, когда предыдущие условия оказались неверными. В нашем случае, если вот это условие оказывается неверным, то, соответственно, срабатывает вот этот вот оператор. И еще один такой нюанс, здесь внутри фигурных скобок вы можете прописывать сколько угодно строчек кода, у меня здесь повсюду по одной строчке кода, но на самом-то деле здесь вы можете прописывать сколько угодно строчек кода, можете здесь создавать какие-либо новые перемены, если вам это нужно, можете их потом там выводить, это все будет обрабатываться абсолютно корректно. Но, если вдруг у вас внутри условного оператора лишь одна строчка кода, как это есть как раз сейчас у меня, то в таком случае вы спокойно можете удалить подобные фигурные скобки, вот прям повсюду здесь, и все это все равно будет обрабатываться корректно. То есть, если только одна строчка кода находится внутри условного оператора, то фигурные скобки можно не проставлять. Если же там много строчек кода, 2, 3 или же больше, то фигурные скобки обязательно нужно проставлять. Я, например, давайте сейчас фигурные скобки попросту удалю, ну, так как они здесь мне просто не нужны. Помимо оператора if, а также помимо оператора else, вы можете создавать еще некую дополнительную проверку за счет такого оператора, как else if. else if это тот оператор, который нужно записывать всегда после условия if, то есть его нельзя записать как первый оператор. И если вдруг у вас внутри этой конструкции есть еще оператор else, то else в любом случае должен записываться в конце, поэтому else if у нас записывается как раз между if, а также else. Ну, как вот я сейчас и прописал. Здесь мы можем просто указать некую дополнительную проверку. Например, давайте я укажу, что если a будет равно значению 5, то в таком случае у нас будет выполняться вот здесь некий код. Опять же, фигурные скобки вы можете не прописывать, если внутри самого условия у вас будет лишь одна строчка кода. У меня здесь, пускай будет, допустим, несколько строчек кода. Здесь, например, будет некая перемена, и как раз эту перемену я буду выводить. Поскольку у меня несколько строчек кода, то фигурные скобки, они здесь обязательны. Если была бы одна строчка кода, то опять же фигурные скобки можно было бы упустить. Поначалу, кстати, вы можете всегда прописывать фигурные скобки, дабы себя просто не запутывать вот в этих там костях. У нас получается следующая структура. Изначально у нас будет проверено данное условие. Если это условие будет верным, в таком случае у нас выполнится код этого условия. И все остальные операторы else, if, а также else, они будут просто проигнорированы. Там даже не будут происходить никакие проверки. Далее, если у нас все-таки это условие окажется неверным, тогда код не будет выполнен. И у нас будет проверка следующего условия, которое записано вот здесь. Если это условие будет верным, в таком случае обработается код, который находится внутри этого условия. А все остальные операторы, ну в нашем случае тут только один else, он опять же будет проигнорирован. Ну и наконец, если у нас не это условие, не это условие не оказывается верным, то в таком случае у нас сработает оператор else. Еще раз напомню, что оператор else, он не обязателен. И я могу его в принципе отсюда удалить, оно также все абсолютно корректно здесь сработает. Ну например, давайте вот сейчас мы попробуем, что у нас получилось. Ну и на данный момент у нас просто вводится yes, у нас вводится yes отсюда, потому что вот это условие оказывается верным. Ну и соответственно все остальные операторы, они просто не обрабатываются. В то же время мы давайте сделаем, чтобы строка, она была как раз hello, в таком случае это условие будет неверным. Ну и у нас, ну и дополнительно да, кстати, давайте мы переменную a укажем, что у нее значение будет 5. И в таком случае у нас должно сработать это условие. Давайте это протестируем. И вот действительно у нас срабатывает второе условие. Здесь даже я давайте возможно пропишу как first, здесь second, ну дабы мы просто понимали, что у нас конкретно происходит. Ну а здесь напишу else. Так вот, сейчас у нас срабатывает как раз second, то есть второе вот это вот условие. Если же я и здесь изменю, ну то есть если я например изменю переменную, укажу ей значение как 45, опять в таком случае это условие будет неверным, это условие будет неверным. Ну и единственное, что сможет у нас сработать, это как раз оператор else, который у нас вот здесь и выводится. Опять же, если бы не было оператора else, то все это обработалось бы корректно, просто ничего на экран у нас не было бы выведено. По той причине, что все операторы оказались неверными, оператора else нет, ну и соответственно ничего просто на экран не выводилось. Я пожалуй оператор else оставлю, чтобы вы просто помнили, что такой существует. И еще один нюанс, вот этих операторов else if вы можете добавлять сколько угодно. На данный момент у меня здесь есть лишь один оператор else if, но на самом-то деле я могу здесь их прописать сколько мне будет угодно. Допустим, я здесь еще буду проверять тоже переменную a, и если она будет больше чем 50, то в таком случае у меня будет выполняться вот это вот условие. Здесь будет написано, допустим, давайте так мы напишем, что a больше 50, например, будет такой текст выводиться. Также я могу еще одно условие добавить, например, если a у нас будет больше чем, например, 40, ну или давайте так, если a у нас будет меньше чем 45, например, да, такое вот условие у нас здесь будет. То в таком случае я здесь как раз и буду выводить то, что a меньше чем 45, вот такой вот текст я тут буду выводить. Ну и как вы думаете, что на данный момент у нас сработает? Вот, попробуйте решить эту задачку. Если мы это обновим, у нас, конечно же, сработает оператор else. Все вполне логично, потому что это условие, оно у нас неверное, это условие, оно у нас также неверное. Это условие тоже неверное, потому что a у нас не больше, чем 50. И это условие тоже оказывается неверное, потому что a у нас не меньше, чем 45, а у нас как раз равно 45. Поэтому, чтобы у нас все сработало, мы могли бы прописать еще, например, одно условие. Ну или мы бы могли изменить это условие, то здесь я мог бы написать, что если a равно 45, или же если a меньше, либо же равно 45, то в таком случае у нас сработал бы этот оператор. И если я такое попробую сохранить и обновить, то мы замечаем, что оператор срабатывает абсолютно корректно, и как раз текст из этого оператора, из этого условия выводится на экран. Таким образом, чтобы прописать некую условную конструкцию, вы можете использовать операторы if. Если вам нужно несколько условий, тогда вы можете прописывать еще else if. Дополнительно, если вам нужно прописать некое действие, которое должно выполняться в противоположном случае, если все остальные проверки не прошли, то в таком случае можно еще прописывать оператор else. Внутри самих операторов вы можете прописывать сколько угодно кода. Например, внутри некого оператора if, или же else, или же else if, я бы мог прописать еще один условный оператор. Это бы все абсолютно корректно здесь обрабатывалось. И вот, допустим, давайте мы здесь пропишем с вами некое действительно условие. В этом условии будет написано, что если str у нас будет равна значению hello, то в таком случае мы с вами будем что-либо выводить. И, например, мы будем выводить, просто будем выводить, например, yes. И единственное, что вначале еще bear установим. Ну и теперь мы меняем просто значение переменной a. В таком случае у нас должен сработать вот этот вот оператор. Здесь у нас будет выведено некое сообщение на экран, и плюс будет еще одна проверка, и за счет этой проверки у нас еще и будет выведено на экран слово yes. Как видите, это все абсолютно здесь корректно обработалось. Ну и таким образом вы можете внутрь одних условий вставлять еще условия и делать большую вложенность из условий. Конечно, супер длинную какую-то вложенность из условий делать не нужно, потому что код просто будет нечитабелен. Но в то же время в плане программирования это спокойно можно делать. Иногда нужно проверить сразу несколько условий. На данный момент мы в каждом условном операторе проверяли лишь одно условие. То есть мы проверяли какую-то перемену с каким-либо определенным значением. Повсюду у нас было лишь одно условие. Но иногда так нужно, что нам необходимо проверить сразу несколько условий внутри одного и того же условного оператора. Во-первых, если мы вдруг не хотим проверять несколько условий внутри одного и того же условного оператора, то мы, конечно же, можем прописать вложенность. То есть как это вот, например, здесь было. Мы проверяем одно условие. Если это условие будет верным, тогда проверяем какое-то другое условие. То есть так тоже можно делать. Но дополнительно мы можем прописывать несколько проверок сразу внутри одного условного оператора. Для начала мы давайте создадим некую переменную, она будет называться is weather good, то есть, например, хорошая ли сейчас погода, и здесь мы будем устанавливать значение либо true, то есть, да, погода хорошая, либо будем устанавливать значение false, то есть, погода, ну, то есть, это будет означать, что погода у нас плохая. Ну, и, допустим, изначально установим значение как false, теперь я бы хотел здесь в первом операторе, вообще-то в любом операторе можно прописывать, но мы давайте уже в первом будем прописывать, здесь я бы хотел проверить следующее, что если у нас вот эта вот переменная не будет равна значению hello, или же, если у нас вот эта переменная будет равна значению false, то есть, если одно из двух у нас будет выполняться, то в таком случае мы будем выводить вот этот вот кусочек текста. И, чтобы нам прописать вот это вот ключевое слово или, нам необходимо вот здесь установить две такие прямые палочки. Таким образом, мы говорим, что если это условие или же вот это условие будет равно значению true, да, то есть, если одно из условий будет верным, то в таком случае код внутри этого условного оператора будет выполняться. Ну, и здесь я просто прописываю условие, то есть, если is weather good, если это переменная, она будет равна значению false, то в таком случае у нас будет выводиться этот текст. Итак, давайте мы обновим, и вот мы действительно замечаем, что у нас вводится значение first. И как такое происходит? Смотрите, первое условие, оно нам возвращает false, то есть, это первое условие, оно оказывается неверным. В то же время, второе условие, оно оказывается верным. Поскольку мы проверяем на значение или, то в таком случае нам важно, чтобы хотя бы одно условие возвращало истину, чтобы хоть одно условие было верным. И в таком случае весь вот этот вот оператор, он также становится верным. В нашем случае второе условие оказывается верным, а, соответственно, даже если первое и не является верным, то все равно весь этот оператор становится как бы верным. Ну, и поскольку он весь верный, то код внутри этого оператора выполняется. Поэтому на экран у нас как раз и было выведено значение first. Если бы я здесь проверял на нечто другое, например, на значение true, то в таком случае и первое, и второе условие, оно уже является неверным. Ну, и, конечно же, вот этот вот первый оператор, он у нас уже не срабатывает, у нас срабатывает какой-либо другой следующий оператор. В нашем случае, например, сработал второй оператор. Ну, и тут еще есть один небольшой нюанс, который можно рассмотреть. Если мы хотим некую переменную проверить на значение true или же false, то мы, конечно, можем прописывать проверку вот в подобном формате, но также мы можем прописывать более сокращенный формат. Например, если мне нужно проверить переменную на значение true, то в таком случае я могу просто прописать название самой этой переменной. То есть вот эта вот запись, она эквивалентна вот этой записи. Но, конечно же, прописать просто название переменной без каких-либо дополнительных условий намного проще. Поэтому мы можем оставить это в таком формате. Если же мне нужно прописать проверку на значение false, то в таком случае можно это вот так прописать, либо же можно воспользоваться более сокращенным форматом, то есть в начале перед самой переменой я ставлю восклицательный знак. Таким образом я прописываю, что если эта переменная равна значению false, в таком случае у нас это условие будет обрабатываться корректно. Опять же если это сохранить, то у нас снова будет выводиться first, потому что здесь мы проверяем, что если переменная равна значению false. Окей, это относительно оператора или, за счет него мы можем прописать несколько проверок, ну и соответственно если хотя бы одна из проверок является верной, то код будет обрабатываться. Кстати говоря, здесь можно прописывать множество таких вот или операторов и проверять множество различных условий. Я например остановлюсь только на двух условиях. Помимо этого оператора существует еще один оператор, он записывается как 2 амперсанта, и в таком случае мы это условие можем прочитать следующим образом. Если переменная str не будет равна значению hello и дополнительно вот эта вот переменная будет равна значению false, то только в таком случае у нас весь этот оператор будет являться верным. То есть в отличие от оператора или, где нам необходимо было, чтобы хотя бы одно условие было верным, оператора и, то есть оператора двух амперсантов, он говорит о том, что оба условия должны быть верными, и только в таком случае весь этот условный оператор, он окажется тоже верным. Поэтому на данный момент у нас первое условие, оно оказывается сейчас неверным, второе условие, оно верное, но поскольку первое условие неверное, то в таком случае, видите, у нас само это условие, оно не сработало, и уже сработало какое-то следующее условие, в нашем случае второе условие сработало. В то же время, если здесь и первое условие будет верным, и второе условие будет верным, то только в таком случае весь этот оператор тоже будет считаться как верным. Ну, если я такое обновлю, то в нашем случае здесь вводится как раз слово first, что говорит нам о том, что первый условный оператор, он обработался. Таким образом, вы можете внутри одного условного оператора помещать множество различных проверок, и вы можете помещать проверку либо или, то есть это две прямых черточки, либо прописывать два амперсанта, в таком случае несколько выражений должны быть истинными, дабы все обработалось корректно. Ну и опять же, вы можете здесь прописывать множество вот этих вот операторов и проверять на множество различных условий. Я опять же ограничусь только двумя условиями. Ну что же, вот так и происходит работа с условными операторами. Как видите, здесь все довольно-таки просто, вы можете прописать условный оператор за счет ключевого слова if, если нужно несколько проверок, тогда можете прописывать else if, или же можете объединять несколько проверок внутри одного оператора if. Также можно прописывать условия else, которые обработаются, если все остальные else if, а также if не сработают. Ну и сами условия, они записываются здесь в следующем формате. Это равно, это не равно, это больше, меньше, меньше или равно, или же больше или равно. Вот такие здесь есть форматы условий. Ну что же, на этом у меня все, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!